Здравствуйте! Со 2 по 11 августа Брнол впервые примет спартакиаду учащихся России. У нас пройдут финалы по трем видам спорта. Шахматы, кикбоксинг, гребля на байдарках и каное. Подробнее о спартакиаде поговорим с министром спорта Алтайского края Иваном Нифонтовым. Иван Витальевич, здравствуйте! Здравствуйте! В этом году наш край уже принимал масштабные и даже соревнования уровня всероссийского, международного. Это вот мы вспомним на гребном канале фестиваль драконов, этап ралли «Шелковый путь». Чем интересны такие соревнования, чем они вам запомнились и почему они значимы для нашего региона? Ну, чем они интересны, потому что эти соревнования привлекают большое-большое количество зрителей, большой интерес вообще спортивного сообщества. Ну и не только спортивного, но и любителей. Если мы говорим про ралли «Шелковый путь», то это и техники. Впервые в этом году проходил размещение бивака на территории Грибного канала. И мы проводили экскурсии для детей, участников СВО, для детей, которые на учете стоят в полиции. Вот. Для них это, конечно, было интересно увидеть, как вот эти вот большие-большие машины готовят к старту. Вот. И действительно, очень большой такой интерес вызвал. Вот. Ну и сама гонка собрала там по разным подсчетам там до 10 тысяч любителей этого вида спорта, этой техники. Вот. Сам был, присутствовал. Не знаю, вы были, не были. Нет, не договорились. Ну, когда стартует КамАЗ, да, это такой рев, когда земля под ногами дрожит от этой мощи, как бы, ну, вообще, на самом деле, завораживающее зрелище такое. Вот. А что касается Грибного канала и фестиваля драконов, это, конечно, новый вид спорта для нас. Вот. Но мы привыкли, что на Грибном канале каждый раз происходят какие-то новые-новые мероприятия. Приехало 9 стран. Вот. И из Индонезии, Малайзии, Филиппин. Вот. Это действительно... Мы показали частичку России в виде Алтайского окрая. Все наши гости иностранные были довольны, как прошло мероприятие. Вот. Ну, а мы посмотрели на тех профессионалов, которые с сумасшедшей скоростью гребут, как бы, профессионалы. Вот. На высоком-высоком уровне. Вот. И большой-большой конкуренция. Да. Среди девушек мы зацепились за медаль, но среди мужчин, это, конечно, это вот Южная Азия, которая диктует условия соревновательные. Ну, а для нас очень важно то, что Грибной канал является притяжением, точкой для наших жителей города Барнова. Потому что мы помним, что погода была очень жаркая. Вот. И люди и купались на Грибном канале. Вот. Помимо фестиваля драконов, там проходили и соревнования по пляжному футболу, и по пляжному волейболу. Вот. И совместили это с фестивалем рыбалка, то есть были участники. Вот. Вот эти два соревнования, конечно, они такие особо значимые, потому что, ну, собрали там свыше десятка тысяч зрителей. Получается, что соревнования такого уровня, это и для региона такая мотивация развивать спорт, и для, наверное, людей, которые еще в него не пришли, но от ребятишек, в том числе, повод заняться, да, то есть увидеть, воодушевиться. И вот в этом плане спартакиада учащихся России, она же, получается, для спортсменов, ну, так скажем, юных, да, и она 12-я по счету, но у нас проходит впервые. Хочется немножко подробнее про эти соревнования, узнать, что же это за состязания такие. Ну вот, спартакиада учащихся, это, да, действительно, первые шаги, так скажем, профессионального спорта спортсмены делают. И проведение данных соревнований в данной международной обстановке, да, что касается там Олимпийских игр, вот, мы понимаем, что, наверное, Международный Олимпийский комитет сделал такие условия, чтобы большая часть спортсменов как бы не поехала на соревнования, вот. Но все спортивное сообщество понимает то, что нам нужно готовить всегда резерв, потому что рано или поздно все равно мы будем участвовать на Олимпийских играх, и, быть может, вот эти вот ребята будут и участвовать уже к следующей Олимпиаде, готовиться. И это вот тот возраст, который нужно поддержать, который создать условия, чтобы они видели и стремились повышать свое спортивное мастерство, чтобы потом быть готовым представлять нашу страну на международной арене. Вот, поэтому классно. А для города Барнов это еще раз возможность проявить, показать себя, что мы готовы проводить соревнования любого масштаба. Да, это впервые в истории Алтайского края три вида спорта. Гребля, кикбоксинг, шахматы, вот они проходят со второго по одиннадцатого, вот, в разный вид спорта в разное время, но общее делаем мероприятие, открываем Спартакеаду. Это будет 7 августа, мы в Титов арене проводим, и будем рады всех жителей города Барнов увидеть. Это хороший спортивный праздник, открытие Спартакеады. Будет за кого поболеть за наших, вот по этим трем видам спорта, будут ли наши ребята выступать в них? Это виды спорта, которые динамично развиваются в Алтайском крае. Вот, я уверен, что мы покажем очень хорошие спортивные, достойные результаты, и будем гордиться нашими маленькими, юными звездочками, которые могут себя потом реализовать в будущем. Я уверен, что медали будут, и будем смотреть, потому что, ну, это возраст тот, который действительно, сложно сказать, что вот будет, медаль не будет, но знаю, что все спортсмены готовятся, дома помогают стены, это те виды спорта, которые еще хорошо, динамично развиваются в нашем Алтайском крае. И я уверен, что у них хорошие традиции, медали обязательно будут. По другим видам спорта соревнования продают в других городах, получается, да? Да, то есть это разбросано по территории всей страны, вот, но мы решили вот именно объединить три этих вида спорта, то есть в прошлом году эта идея была, собрались, руководители федерации, приняли решение, что они готовы проводить, и совместно с Минспортом заявились на участие. Дело в том, что наши спортсмены в другие города поедут представлять края в других дисциплинах? У нас уже есть по всестилевому карате участвовали, уже были победители, призеры, как бы, то есть уже вот именно в полном разгаре, как бы идут соревнования по всей стране, вот, я участвовал в таких же соревнованиях в 2003 году, вот, ну, там проводились в одном месте все соревнования, было вот принято руководством Минспорта по всей стране, чтобы нагрузку равномерно распределить на регионы, где какой вид спорта культивируется. Если говорить об участниках, то сколько их будет и из каких городов к нам ребят приедут? Это будет больше 600 участников и субъектов больше 50, вот. Еще точный список у нас будет где-то к концу недели, вот, и мы уже будем понимать точно, да, но мы понимаем, что это полстраны, вот, по субъектам, вот, и больше 600 участников. Пришлось ли наши объекты спортивные особенно готовить к этим состязаниям, и насколько сейчас они уже готовы принимать спортсменов? Ну, что касается спортивной инфраструктуры, у нас Грибной канал принимает мероприятия мирового уровня, то есть здесь особо не надо готовиться. Понятное дело, что есть, так скажем, оформление, вот, которое регламентирует нам Минспорта, да, вот, ну, тут особо нет переживаний, за что кикбоксинг у нас будет проходить в спортивном клубе, в спортивном комплексе «Победа», вот, в принципе, тоже довольно-таки хороший зал, где проводится достаточное количество соревнований разного уровня. Вот, здесь совместно с Федерацией кикбоксинга прорабатываем, чтобы оформить достойно и провести. Ну, а шахматы будут в нашем краевом шахматном клубе, то есть здесь тоже особо проблем нету, как бы, у шахматистов 16 субъектов и 60 участников. Вот говорят, что все-таки дома стены помогают, но спортсменам важна еще поддержка зрителей. Но мы смотрим по датам, что соревнования, они выпадают на будние дни, когда, может быть, люди на работе будут заняты. Есть ли какие-то методы, способы или понимание, как будет привлекать зрителей на эти состязания? Ну, у нас в Алтайском крае очень популярный вообще, как бы, спорт, да. Последнее время динамика систематически занимающихся граждан физкультуры растет и растет. И здесь, конечно, еще раз говорю, те виды спорта, которые динамично развиваются, и есть любители этих видов спорта. Хочу напомнить, что по шахматам у нас также будет суперфинал чемпионатов России по мужчинам и женщинам. Вот, и здесь, наоборот, набирает. И когда вот такое мероприятие, все те ребятишки, которые занимаются, конечно, они будут тоже основными людьми, которые будут болеть и переживать за своих ребят, там, по клубу, по школу, которые, вот, а то, что на выходные выпадают, ну, у нас, ой, на будние, там предварительные части идут, но финальные части, они все равно будут на выходные выпадать. То есть это и шахматы, и кикбоксинг, и самые, самые длинные турниры, это по шахматам, вот, кикбоксинг, гребли, они все равно заканчивать будут на выходных. Конечно, итоги будете подводить уже по, скажем так, итоги по итогам проведения соревнований, но все-таки есть ли желание принимать и в дальнейшем спартакиады, учащихся у нас в Барнауле? Федерация дзюдо вышла на следующий год, будет спартакиада по молодежи. Вот, здесь, как бы, мы на самом деле приветствуем инициативу федерации, которая хотят проводить крупные спортивные мероприятия на территории Алтайского края. Во-первых, это развитие и популяризация спорта, во-вторых, это все-таки еще экономика, это событийный туризм, который тоже сюда приезжают люди, смотрят, как их здесь встречают, смотрят наши достопримечательности, и мы надеемся, что они возвращаются уже и не просто на спортивные мероприятия, но еще и отдохнуть на территории Алтайского края. Тем более, большое внимание сейчас уделяется этому направлению, внутренний туризм, и мы здесь, как бы, одни из бенефицаров этого тренда. Игорь Натальевич, вы говорили, что в 2003 году как раз участвовали в спартакиаде учащихся, вот для вас это стало ступенькой в большой спорт тогда? Да, в 2003 году я участвовал на первенстве России и на спартакиаде, вот, будучи первым номером в своей категории, вот, ну, на спартакиаде учащихся я завоевал только бронзовую медаль, вот, и это, конечно, ну, такое событие для меня было, вот, вот этот командный дух объединения всего региона, то есть там же по многим видно спорта было. Мы в одном месте жили, все были экипированы красиво, как бы, и вот такая, ну, в формате, как бы, маленькой Олимпиады было, вот. Ну, и это незабываемые впечатления, которые, ну, я провел, пронес в свою жизнь. Помогло ли дальше уже во взрослом спорте опыт таких соревнований? Ну, я говорю, это первая ступень, когда ты понимаешь, что ты уже соревнования высокого уровня, ты, тебе право дает в некоторых видах спорта, через это формируется сборная страны, вот, и ты выступаешь. То есть для каждого спортсмена это все равно будет уже такой звоночек, и тренеры будут уже на карандаш смотреть, что у нас есть кто из потенциальных будущих звезд, они же отсматривают сейчас, как бы, формируют, так скажем, резерв спорных команд. То есть кто там, хоть и учащийся, но называть детский медицинский язык не повернется, здесь уже очень профессиональный уровень. Ну, смотрите, это не детский, да, это уровень юноши, это по градации, да. Вот все равно уверен, что на спортивных площадках будет накал далеко не детский, будет по-настоящему взрослые, все будут стремиться победить, и состязание будет, ну, на высоком уровне, конкуренция будет большая. В этом году нашему региону стоит ли ждать еще каких-то крупных спортивных событий? Ну, вот уже назвал, что суперфинал по шахматам будет, плюс мы принимаем еще и индор-хоккей на траве 5 на 5, плюсом у нас будет проходить кубок губернатора по хоккею на льду, вот, и кокеев шайбы, и плюсом мы планируем провести под эгидой Российского союза боевых искусств провести фестиваль единоборств, вот, тоже готовимся показать наших чемпионов, которые будут состязаться с оппонентами, ну, надеемся, что и из других стран. Возвращаясь к Спартакеаде, еще вот вопрос такой возник, тем, кто захочет прийти и поболеть, нужно ли регистрироваться, покупать билеты, вход свободный, платный, вот. Вход будет свободный, как бы, вот, и приглашаем на сами спортивные мероприятия, да, но и также еще раз приглашаю на открытие, которое состоится 7 августа, будут интерактивы работать с 5 часов, но само открытие будет в 19.30. Иван Анатольевич, спасибо за подробные ответы, а я напомню, что 12-летняя Спартакеада учащихся России стартует в Барнауле уже 2 августа, не пропустите. До встречи.